Добрый вечер! Пришло время обсудить очередное домашнее задание. Сегодняшний урок посвящен так называемым слитным глаголам. Как всегда напоминаю, что это видео вы можете смотреть только после того, как самостоятельно перевели все предложения, для того, чтобы убедиться в том, что вы перевели правильно, или познакомиться со своими ошибками, ну, либо узнать какие-то дополнительные сведения о греческом языке. Если вы это видео будете смотреть до того, как самостоятельно поработали с текстом, вы сами себя лишите хорошей возможности поразмышлять над текстом и через это научиться чему-то полезному. Итак, давайте мы с вами по порядку с первого предложения обсудим, как бы это все могло переводиться. «Ти» — вопросительное местоимение, здесь форма среднего рода, и форма среднего рода имеет значение «что» или «почему». В данном случае «почему» будет лучше. «Почему же меня вы зовете или называете?» «Каллейте» — это «калео», «эпсилон» — слитный глагол, здесь «эпсилон» — основы, и «эпсилон» — соединительное гласное, слились вместе, две «эпсилон» при слиянии дают дифтонг «эй». Поэтому у нас форма «каллейте», но «т» хорошо узнаваема, мы сразу понимаем, что это форма второго лица множественного числа. «Почему же меня вы зовете?» «Кюре, Кюре» — обратите внимание на вот это вот «эпсилон» в окончании, это форма звательного падежа второго склонения от «кюрёз». «Господи, Господи» — давайте мы так славянским звательным падежом и переведём, «и не делаете» — ещё один «эпсилон» — слитный глагол, «пэо», «эпсилон» — основы и соединительное гласное слились, опять дали дифтон «кэй», «и не делаете» — и дальше в качестве дополнения к глаголу «делать» служит относительное предаточное предложение «ха лего». Ну, когда вот относительное предаточное предложение служит дополнением, то удобнее переводить относительное местоимение, как бы вместе с указательным значением, его такой указательный оттенок «п» появляется, «не делаете то, что я говорю». Лего — нормальный глагол. Я не совсем аккуратно, может быть, на первый взгляд перевёл вот это «ха», потому что этого явно форма среднего рода множественного числа. Средний род в греческом языке используется для обобщения, и множественное число подчерпывает, что вот Иисус много чего сказал, и это всё нужно сделать, но в русском языке для обобщения используется единственное число, и если я переведу «не делаете», «которые» я говорю, будет неестественно звучать, потому что множественное число в русском языке требует какого-то пояснения, «которые что». И чтобы сохранить вот это обобщающее значение, такую общую ссылку на то, о чём речь шла раньше, приходится по-русски использовать единственное число, «не делайте то, что я говорю». Итак, в целом, почему же меня вызовёте «господи, господи» и «не делайте то, что я говорю». Второе предложение. Ученики сказали ему «деяти» устойчивое выражение, которое не надо переводить что-то типа «из-за что» или каким-то другим образом, а просто переводите «почему», ну и запомните это именно как устойчивое выражение. Почему в притчах, или лучше в данном контексте, «притчами», напоминаю, предлог «н» может переводиться «в», либо конструкция с предлогом «н» может переводиться просто творительным падежом на русский язык, обозначая некий инструмент, и в данном случае вот такой инструментальный перевод звучит по-естественнее. Почему? Притчами «ты говоришь им». Ла-лейс, ла-ле-о, слитный глагол, эпсилон, основа слилась с эй, эйс в соединительное гласное окончание, и у нас просто остался лифтонг «эй», но он привычный, хорошо заметный, поэтому мы легко переводим эту форму. Итак, ученики сказали ему, «почему притчами ты говоришь им?» Третье предложение – «хэмэйс» – усилительное местомение. Итак, из следующего глагола «ойдамэн» понятно, что «мы», но «хэмэйс» как-то подчеркивает, делает большее ударение, ну, по крайней мере, так интонационно. «Мы знаем». «Ойдамэн» – это, кстати, перфект, все формы этого слова вы должны были отдельно заучить, но окончание «мэн» очень характерное, поэтому сразу понимаем лицо и число. «Мы знаем». «Хэмэйс» уэдамэн хотэ мэта бэбэк хамен, экту танато аристэн зоэн хотэ агополмэн туз адалфус. «Мы знаем, что мы перешли из смерти в жизнь, потому что мы любим братьев. Агапоумен, альфа-слитный глагол, основа агапа, и альфа-основы слияется с омикрон-соединительной гласной, результатом слияния является вот это О, поэтому агапоумен. Мы любим. Глагол настоящего времени, и здесь не просто полюбили, и не просто появилась любовь, но вот она как в настоящее время, несовершенный вид, очень часто описывает процесс, описывает некое постоянство. Вот мы любим, это вот такое вот нормальное, естественное состояние для христиан, и наличие этой любви по отношению к братьям является одним из свидетельств, через которые мы понимаем, что мы перешли из смерти в жизнь. Четвёртое. Четвёртое. Хопатэр, агапа, тонхюйон, кайпанта, дэдукэн энтэ, хэйри ауту. Хопатэр, отец. Агапа. Агапау альфа слитный глагол, альфа основы сливается с эй, и при слиянии альфы и эпсилон получается просто альфа, и оставшаяся йота от дифтонга эй становится подписной, и вот здесь альфа, которая долгая, подписывается. Поэтому мы вместо агапа эй получаем агапа с подписной йотой. Но само её наличие уже помогает нам догадаться, что здесь когда-то было эй, и понять, что третье лицо, единственное число, ну и к тому же подлежащее патэр. Отец любит сына, и всё дал в руку его. Хэйр, видите, я и дательного падежа, и ещё и артикль тэ, вот с подписной йотой женского рода единственного числа, дал в руку. Почему я так и обращаю внимание, почему-то многие ошибаются при переводе перевод в руки, может быть, по воспоминаниям, по аналогии и так далее. Итак, отец любит сына, и всё дал в руку его. Пятое предложение. Они от мира есть. Ну или просто они от мира. Глагол связка есть, ну третья множественная здесь, мы часто в переводе пропускаем, ну для русского языка, естественно, в настоящем времени не ставят глагол связку, ну и даже если поставить, это уже не страшно. Они от мира. Диятута. Поэтому, тоже, кстати, устойчивое выражение, посмотрите, у вас устойчивое выражение диятти и диятута. Вот здесь почему, а здесь поэтому. Ну вот такие вот устойчивые выражения, они и в смозках обозначаются, и в рабочей тетраде, и их полезно заучивать. Ну и, кстати, в словаре, вот, например, открыв словарную статью по священному Диа, устойчивое выражение вы тоже найдёте. Так что, ну здесь, как бы, первый совет, заучивайте такие выражения, чтобы они не ставились в тупик, и чтобы вы не пытались вот из двух слов сконструировать что-то такое корялое, а просто знали значение выражения в целом. Ну а второе, если вдруг какое-то выражение у вас не получается, что-то не сходится, даже из изученных слов, одея и тут обе слова изученная, иногда бывает полезно посмотреть в словарных статьях, иногда появляется важная дополнительная информация. Итак, они от мира, поэтому от мира говорят, и мир их слушает. Говорят ла-лу-син. Эпсилон слитный глагол, но здесь при слиянии эпсилон с дифтонгом у, собственно, только у и осталось. Эпсилон и омикрон сливаясь дают у, ну и вот это ла-лу-у, оно упростилось и просто дифтонг у. Ну, у-син, хорошо видное, знакомое окончание, проблем не создаёт. Так, например, говорят, и мир их слушает. Акюэй – нормальный, неслитный глагол с нормальным окончанием эй. Этот глагол лишь важно помнить, что он принимает дополнение как в родительном, и в родительном, и в винильном падеже. То есть, когда речь идёт о слушании кого-то и чего-то, то на кого что направлено слушание может обозначаться в винильном и родительном падежом. И в данном случае аутон, видите, родительный падеж. Их слушает. Чаще всего родительный падеж в местоимении обозначает принадлежность, но вот это один из тех немногих случаев, когда родительный падеж здесь в местоимении не потому, что это принадлежность, а потому что он вот такое дополнение глагола акулой, который требует при себе, или может требовать при себе, точнее, родительного падежа. Шестое. Ты веришь. Ты, в данном случае, тоже эмфатическое, пистовое эйс, и так, видите, второе единственное обозначает ты веришь. Ты веришь, что один есть Бог. Ну, по крайней мере, по словам, если переводить. Будьте внимательны, здесь не эйс, предлог в, ах, эйс, слово имеющее значение один. Ты веришь, что Бог один. Ну, или вот так. Если уж ты так, как-то язык синодального перевода немного въелся, Бог един. Ну, один, ты веришь, что Бог един. Хорошо делаешь. Поэтому, эпсин, слитный глагол, ну, несмотря на слияние, эйс хорошо видна. И бесы веруют, третье множественное, и трепещут. Седьмое предложение. Хо мы агапонме тус логосму у тэрей. Кайхо логос хон акуэте ук эстин эмос. Любящий меня. Любящий причастие, при нем, а, не, при нем частица «не». Вообще, частица «у», вот видите, например, здесь «у», она употребляется при глаголах изъявительного наклонения, а вот с глаголами неизъявительного наклонения, при частями и инфинитивами, как правило, употребляется частица «мэ». Поэтому, не любящий. И вот еще, кстати, одна забавная деталь, может быть, она так вас могла немного смутить. Частица «мэ», видите, «вклинилась» после артикля. Да, вот для греческого языка это возможно и нормально, когда вот так вот вклинивается отрицательная частица между артиклем и причастием, к которому она относится. Итак, «не любящий меня», «ту слогу сму», «слова мои не соблюдает», ну, или «не исполняет». «Терео», «эпсилон» — слитный глагол, «тере» и «эй» слились вместе, по-прежнему «эй» мы хорошо видим, поэтому форма легко узнается. Итак, «не любящий меня» «слова мои не исполняет», «кайхологос» и «слово». Теперь определение «хон окуэте», «которое вы слышите». Помните, я говорил, что «акуа» может принимать дополнение и в родительном, и в винительном падеже, и видите, «хон» в данном случае стоит в винительном падеже, оно вот как грамматическое дополнение глагола «акуэте» и «слово, которое вы слышите» «укостен эмоз» «не есть мое». Ну, или просто можем сказать «не мое». Итак, «не любящий меня» «слова мои не исполняет» «и слово, которое вы слышите» «не мое». «Восьмое». «Ти» «Пой умен» «Хотихутус хо антропос» «Пола поэй сэмея» «Ти» «Попросительное местоимение» «Что?» Ну, или «Почему?» Ну, в данном контексте «что?» «Лучше подходит» «Что мы делаем?» «Пой эо» «Эпсилон слитный глагол» «Эпсилон основы» «И омикрон» «Соединительное гласное» «Соединительное гласное» «Слились вместе» «Эпсилон пролюс омикрон» «Дает дифтон Q» «Пой умен» «Что мы делаем?» «Потому что ходус хо антропос» «Этот человек» «Многие делает» «Знамения» «Пой эо» «Эпсилон слитный глагол» «Ну, хорошо видно» «Предложение может показаться немного корявым» «И хочется перевести его нам, наверное, «Что нам сделать?» «Потому что этот человек многие знамения делает» «Я напоминаю» «Это рассуждение лидеров Израиля» «Как им отреагировать на деятельность и на рост популярности Иисуса» «И вот они задают вопрос сами себе, да, вот «Он там, вон что делает?» «А мы чего делаем?» «В том смысле, что мы ничего еще не сделали» «Нам срочно, нам нужно что-то предпринять» «Поэтому до некоторой степени настоящее время здесь оправдано» «А уж в ученическом переводе точно настоящее время оправдано» «Так что вполне можете переводить «Что мы делаем?» «Потому что этот человек многие чудеса делает» «Хотя вот этот оттенок «Что ж нам сделать?» «По крайней мере на уровне толкования» вы должны осознать» «Девятое» «Итак, говорит ему Пилат» «Обычный глагол, безо всяких слияний» «Эмой у лейс» «Мне не говоришь» «Лео» «Эпсиланслитный глагол» «Эпсиланслитный глагол» «Эпсиланслитный глагол» Не знаешь? Вопрос. Ой, да, напоминаю, вы должны были выучить формы этого глагола, и так как это не настоящее время, то во втором лице единственном числе у него вот такая «с» на конце, а не какая-нибудь «эйс», которую бы вы ожидали. Просто помните эти формы, и здесь форма второго единственного. Не знаешь, что власть имею освободить тебя, и власть имею распять тебя. Кстати, просто напомню, если вопросительное предложение начинается с частицы «у», в данном случае «ук», то это риторический вопрос, предполагающий ответ «да». То есть, задавая такой вопрос, он не интересуется мнением Иисуса по поводу его власти, а он фактически с помощью вопроса заявляет «да, у меня есть слава власть, и ты об этом знаешь». Не знаешь ли? Разве не знаешь? Ну, тут мы можем русские разные варианты подобрать, которые бы вот такую вот риторическую силу имели, но главное, вот как толкователи, мы должны понимать, что это вот такой вот вопрос, на который ожидается ответ «да, знаю». Ну, ответ, который дал Иисус, он не совсем такой, и власть у Пилата она только потому, что ему для всего этого было дано свыше, но тем не менее. Итак, говорит ему Пилат, «мне не отвечаешь?» «Не знаешь ли, что власть имею освободить тебя и власть имею распять тебя?» Десятое. «Иду хо матетайсу по иусин хо ук экзистин по эйн эн сабато» «Вот, ученики твои, по иусин, делают, эпсилон слитный глагол, ну, опять же, хорошо видна форма, они делают третье множественное, делают, и теперь относительное предаточное предложение, которое служит дополнением глагола «делать» и объясняет, что они делают. В таких случаях относительное местоимение лучше переводить как бы вместе с указательным. «Делаю то, что недопустимо делать в субботу». Итак, вот, ученики твои делают то, что недопустимо делать в субботу. Следующее, одиннадцатое предложение. Сочиненное предложение. Итак, если заповеди и законы Бога, ну, или Божья, мы исполняем, трео-эпсилон слитный глагол, эпсилон и омикрон слитный вместе, далее дифтон Q, мы исполняем, мы знаем, мы знаем, что имеем любовь большую его в сердцах наших. Двенадцатое. «Пос хо Иисус та пула сэмея по эй ха блэпэле. Эпите экзусиету панэлматус ту хагю». «Пос», «как», вопросительное слово, «как Иисус многочисленные знамения делает». «Пос хо Иисус многочисленные знамения делает, которые вы видите». «Ответ» — «эпите экзусиа», «эпи» часто имеет значение «на» и выражает некое основание. Правда, здесь как-то будет громоздко на «власти» и по-русски, наверное, но просто еще перевести творительным падежом. «Властью Духа Святого». «Пнэматус ту хагю». Это все сочиненное предложение. Тринадцатое. «Эн таис хэмераис экинаис, Ук эн басилеус эн Исраэл, Анерто агатон эн афтальмойс ауту пэй. В дни тем, Кейнас дали неуказательное местоимение, в дни тем, не было царя в Израиле». Точка с запятой. Ну, напоминаю, «Эн», там, прошедшее время, не было царя в Израиле. Анер, ну, так, муж, мужчина, ну, в данном случае, да, вот, 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 просто человек, и вот в значении кто угодно, то агатон хорошее, в глазах своих делает. Здесь не дословная, кажется, цитата из книги судей, ну, чуть-чуть так адаптированная, ну, вот, по крайней мере, в переводе адаптированный вариант, поэй делает, настоящее время. Хотя, конечно, мы бы ожидали здесь делал, ну, переводим то, что нам дано. Вот, те формы, которые вы даны, вы изучали, вот вам в тексте пока и даны. Немного коряво звучит, там, муж хороший в глазах своих делает, ну, с другой стороны, смысл все-таки более-менее ясен. Каждый делал то, что казалось ему справедливо. Вот как-то так, да? Четырнадцатое. Акуэйсму, Иакоб, кай Исраэл, хон эго кало? Эго эми протус, кай эго эми эйстун айона. Акуэйсму, ты слышишь или слушаешь меня? Иаков. Здесь вот внимательно будьте в переводе и Израиль. Внимательно почему? Потому что, видите, вот здесь запятая стоит. Почему здесь стоит запятая? Когда, ну, однородные члены предложения соединяются запятой, то есть, соединяются со союзом кай, запятая, конечно, не ставится. А запятая подчеркивает, что кай не играет здесь роль не соединительного союза, а такое вот уточнение Иаков, который и Израиль. Ну, и, кстати, вы помните, что Иаков и Израиль это имя одного и того же человека, ну, и потом, да и в каких-то других контекстах тоже эти слова могут употребляться взаимозаменяемо. Итак, ты слушаешь меня, Иаков, который, ну, наверное, придется перевести который, и Иваков, он же и Израиль, вот, ну, не будет этой запятой, да, мы бы не обратили внимания. Вот, которого я зову или называю. Калео эпсилон слитный глагол, поэтому Калео, но Омега съела эпсилон, поэтому вот Кало. Эгуэми я есть, протус первый, Кай, Эгуэми я есть, Эйстон Айона и есть вовеки. Ты слушаешь меня, Яков, он же Израиль, которого я призываю, есть первый и есть вовеки. Пятнадцатый. У Лэй переэмо Кала Алла Кака. Лэл эпсилон слитный глагол, ну, хорошо, форма все равно видна, третья, единственная, он не говорит обо мне хорошее, но плохое. Кала, кака, форма виния, форма среднего рода множественного числа. Ну, линейтельного падежа. Почему я перевел хорошее и плохое? Ну, мог бы перевести хорошее и плохие. Мы опять сталкиваемся с вот этим явлением двух разных подходов к обобщению в русском и в греческом языке. Хорошие слова, хорошие вещи, да, вот и там. Если мы ставим множественное число, то требуется еще какое-то уточняющее слово, а единственное у нас служит для обобщения. А в греческом, вот видите, наоборот, множественное число среднего рода хорошо работает для обобщения, поэтому я понимать должен и видеть, что здесь множественное число, что речь идет о разных и многих высказываниях, но естественность русского языка подталкивает меня перевести единственным. Он не говорит обо мне хорошее, но плохое, ну или хорошие вещи, но плохие вещи. Кака? Ну, так здорово запоминается это слово через эту фу. Шестнадцатое. Эй ун дауит калэй аутон кюрюн пос хиос ауту эстин. Итак, если Давид называет его господом. Сейчас посмотрим, почему так. Мы перевожу калэу. Ну, во-первых, калэу я описал слитный глагол, эй, вот оно видно. И смотрите, у глагола калэу два дополнения в винительном падеже. мы не очень часто сталкиваемся с этой конструкцией, но все-таки учебники в главе про винительный падеж, кое-что об этом говорилось, и пару раз у нас уже были предложения, где это встречается. Двойной винительный падеж в греческом языке возможен, когда при одном глаголе два дополнения в винительном падеже, но в русском такого не бывает. поэтому когда мы переводим двойной винительный падеж на русский язык, нам нужно что-то трансформировать. Обычно одно слово оставляется в винительном падеже в качестве дополнения, а второе слово ставится в другой падеж, обычно в творительный, ну или к нему добавляется какой-нибудь предлог. Но самый частый вариант это двойной винительный падеж переводится в винительном и творительном. Собственно такое само дополнение, то есть то, что ставится в винительный падеж, это местоимение, если оно есть, имя собственное, если оно есть, или слово с артиклами, если оно есть. В данном случае у нас есть местоимение. Его мы переведем в винительном падежом. Давид называет его в винительный падеж Господом творительный падеж. У второго слова мы падеж поменяли. Итак, Так, если Давид называет его Господом, как Сын Его Он есть? Вопрос. Семнадцатая. Ти хутос хутос лолэй. Ну, наверное, надо быть греком, чтобы правильно это произнести, да? Это чуть-чуть разное ударение и чуть-чуть разная долгота гласных, поэтому здесь утос, а здесь утос, да. Ну, я не знаю, я, конечно, корректно разницу между этими словами произнести не могу, но благо мы должны суметь это прочитать. Почему этот, ближнее указательное местоимение, так говорит лолэу эпистен слитный глагол? Восемнадцатое. Немного сложное для перевода предложение, ну, точнее, оно кажется простым для перевода, но такой простой перевод может быть неточным. Ну, давайте по порядку. Ибо все своего ищут не... И вот здесь мы должны заметить вот эту странность. Ну, во-первых, конечно, уже здесь должны были отметить, но здесь особенно та и Иису Христу. Как это перевести? Это артикль. Если мы проигнорируем этот артикль, то получится что-то типа «все своего ищут, а не Иисуса Христа». Но речь не идет о том, что Иисуса Христа не ищут. Речь идет о том, что не ищут нечто, средний род множественное число, та, относящиеся к Иисусу Христу. Родительный падеж в греческом языке указывает на связь. То есть, люди не ищут некие вещи, ну, вещи в таком широком смысле слова, которые связаны с Иисусом Христом. Так же, как вот люди ищут некоторые вещи, которые их... Да, тоже родительный падеж. И не ищут вещи, которые Иисуса Христа. Ну, здесь я так перевел. Своего творческий, да, херотон. Родительный падеж, да, от себя. То, что... Ну, и ты толковал как вот свое. А вот здесь, ну, можно перевести, если не обращать внимания на множественное число, ибо все своего ищут, а не Христово. И вот, да, вот все равно плохо, Христово, да, вот Иисуса Христа все равно вот как-то не получается красиво выразить. Идея здесь какая, что вот все угождают, да, себе, все занимаются тем, что для них важно, а не тем, что важно для Христа. Поэтому нужно, может быть, что-то добавить в переводе. Например, вот как в синодальном переводе, бы все своего ищут, а не того, что угодно Иисусу Христу. Или Кассиана все своего ищут, а не того, что принадлежит Иисусу Христу. Потому что вот у нас не получается по-другому, иначе кажется, что все не Христа ищут. Они не Христа ищут, а Христово, принадлежащее, угодно, относящееся ко Христу, они не ищут. Поэтому вот, да, сложное, конечно, предложение, но зато оно помогает вам задуматься о роли артиклей. Все ищут то, что угодно им, не то, что угодно Иисусу Христу. Крайний смысл такой. Девятнадцатый. 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 Которые. Опять же, средний род, множественное число, и можно было бы перевести «которые», но для обобщения в русском языке лучше единственное число использовать среднего рода «которые», даже то «что». То, что я, эмфатическое «го», увидел у отца, я говорю «ло лео», эпсилон, следный глагол, омега расъела эпсилон, поэтому получилось «ло ло». То, что я увидел у отца, я говорю «и вы, эмэйс, то, что услышали от отца, делаете». Кстати, обратите внимание, здесь пора с дательным падежом, здесь пора с родительным падежом. С дательным падежом это обычно «у», то, что я увидел у отца, я говорю. И вы, то, что вы услышали от отца, делаете по его эпсилон, слитный глагол, две эпсилоны дали при слиянии «эй». Умэйс, вы делаете, кстати, обратите внимание, опять же, на эмфатическое употребление личных местомерений, вы делаете дела отца вашего. Двадцатое. «Кай Катадюксен аутон, Симон кай Хоймэт ауту, кай Хэрон аутон, кай Легусин ауту, хоть и Пантес затусинсе». «И разыскивали его Симон». Ну, вот это вот вам там сносочка есть по поводу употребления приставок типа «ката» с глаголами, которые часто служат для усиления, то есть вот тщательно искали, разыскивали его, и разыскивал его Симон и Хоймэт ауту. Обратите внимание, предлог «мэт», и перед ним артикль. Первый шаг при переводе таких конструкций – это перевести артикль в слов «который». В данном случае множественное число, которое разыскивал его Симон и «которые с ним, и они нашли его, и говорят ему». В данном случае Хоти вводит прямую речь, видите, «с тебя», ну как, как бы, не все ищут его, все ищут тебя, поэтому вот это, скорее всего, цитата буквальная, и Хоти может переводиться как «что потому что», а может быть просто знаком начала прямой речи. Поэтому мы здесь ставим двоеточие и потом переводим «все ищут тебя». Зе Тео, Эпсин, слитный глагол, но Усин в конце очень хорошо видна, ну вот прямо сейчас, то есть все искали-искали, и Симоны, те, которые с ним нашли, ну, говорят, что вот «все» в настоящее время ищут тебя. Итак, братья, нам здесь попадалось очень много слитных глаголов. В основном Эпсин, слитные, они самые распространенные и самые простые для узнавания, но и другие слитные глаголы, как видите, мы тоже с вами без больших проблем узнавали. Так что, хотя тема, на первый взгляд, и может показаться смущающей, но в большинстве случаев слияние никаких проблем с распознаванием форм, с использованием греческого языка, вам не доставит. Ну что ж, спасибо за внимание, благословения.